Марианна Красовская. Явь и Навь. Серия четвёртая. Змеиного царевича Корона. Глава первая. То, не знаю что. Алёна. Признаться от дедово плана, я была в восторге. Очень уж хотела побывать в Яве. В смысле дома. Были у меня там незаконченные дела и оставшиеся в квартире Пашки бумаги и личные вещи. Ещё пока лето не закончилось, неплохо было бы забрать документы из колледжа и попросить, чтобы они мне выписку из ведомостей дали. Если я поступлю в университет, а что-то мне подсказывает, что дед Гром похлопочет, то может и пригодятся какие-то предметы. Ну и в аптеку зайти и купить всякого. Я не ногиня, и процесс зачатия мой организм предотвратить не сумеет. А детей пока нам рано. Сначала на ноги встать нужно. И без того уже могли глупостей наделать. Но, судя по моему циклу, риск был минимален. Спросить совета было не у кого. Наги о таком не задумывались. У них всегда всё под контролем. Единственная берегиня, которую я хоть немного знала в Златограде, продавщица из магазинчика готовой одежды для двуногих рас, мне ничем не помогла. У них вовсе проблем не было. Они просто до свадьбы ничем не занимались. А после свадьбы радовались благословению в виде детишек. Я подумала, что наивная девочка воспитана в строгости и явно не в курсе, что дети далеко не всегда и не для всех благословения, но спорить не стала. Не подумайте, я вовсе не против детей. Если вдруг случится такая оказия, что ж, так тому и быть. Но в целом предпочла бы отложить это дело и получить какое-никакое образование. Муж мужем, а бабушка меня всегда учила рассчитывать в первую очередь на себя. Сомнения у меня, конечно, были. Что-то дед темнит. Зачем ему корона? Если так была нужна, почему спрятал? Почему не нанял кого-нибудь, чтобы ее привезли? Контрабанду здесь отлично возили. Какие тайны хранит в себе этот артефакт? Почему именно Зубослав? И вообще, не слишком ли много артефактов сосредоточено в руках этой странной семьи? Вот же мчужина истинной любви пока кажется довольно безобидной игрушкой, но ведь из-за нее все наги на два столетия оказались под проклятием. Это может с точки зрения громохвоста Бегемотовича 200 лет мелочь. Он дольше живет. А в Яве за 200 лет, ой, как много может случиться. Две мировые войны, пара пандемий, революция и даже смена общественного строя у меня на родине. Я уж про технический прогресс молчу. На самом деле я так и не разобралась, от чего или кого сбежала бабушка. Почему же мчужина оказалась у нее, а не у нагов, которым в принципе принадлежал этот артефакт? И почему с этим артефактом столько проблем? Ведь ничего такого особенного он не делает. Просто сообщает, истинная ли пара. Даже жениться не обязательно. Вон Гера с Маргаритой, ярый тому пример. Возможно, наверху я найду какие-нибудь ответы. А пока я только интуитивно чувствовала подвох. Пятой точкой, так сказать. «Слав, тебе не кажется все это странным?» Спросила я у мужа, который тоже был как-то встревожен. «Еще как кажется», – кивнул Зуб. «Но я все равно не откажусь от возможности побывать в Яве. Очень интересно». «Ну-ну». «Ты столько всего рассказывала, что мне не терпится увидеть все эти автомобили, небоскребы, самолеты и роллы с пиццей». «Самолета не обещаю, а все остальное тебе еще надоесть успеет», – опрометчиво пообещала я. «Хотя наша еда вам точно понравится, когда мы выступаем в поход». «Мне для начала нужно с лихом договориться», – грустно сказал Зуб. «Самому. Потому что деда он, ой, как не любит. А отец наотрез отказался в этой авантюре участвовать». «Так ведь в Болотограде есть проход», – напомнила я. «Ну да, тот, в который ты попала. Но он, как ты помнишь, сильно высоко, поэтому его никто не использует. О нем даже не знает почти никто. В общем, без лиха не обойтись. Я к нему один поеду, не хочу тебя в лихолесие тащить. Опасно там, оборотни, мавки и лешие». «Оборотни – это такие мужики, которые в полнолуние бегают волками?» Припомнила я известные мне фильмы, но Зубослав меня жестко разочаровал. «Нет, там другие оборотни. Те, которые наполовину люди, наверху остались, в Яве. Им там жить можно было. А здесь не самые мирные хищники, которые на полный оборот не способны. Скорее даже звери с зачатками интеллекта. Даже не знаю, можно ли их разумными назвать. «А мавки разве не русалки?» «Нет, у мавок разум, как у младенца. Они не разговаривают даже и превращаются в черных кошек или ворон». «Очень интересно, но встречаться с ними не хочется», – согласилась я. «Поэтому я лучше один. А ты побудь в столице, погуляй тут. Гера и Ядик с тобой останутся. Но у нас абсолютно безопасно». «И скучно». «Не без этого». «А когда ты уезжаешь?» «Думаю, завтра утром и отправлюсь. Теперь без хвоста можно гораздо быстрее передвигаться. Так что я недолго, обещаю». Я покивала, а потом потащила своего любимого Нага в постель. Раз уж он уезжает, нужно хорошенько попрощаться. А на завтра у меня был свой план. Я догадывалась, что есть в НАВИ как минимум один человек, в смысле Наг, который хоть немного представляет, что происходит. Этот человек меня не любит. Ну и ладно, я же не золотой рубль, чтобы меня все любили. Но поговорить он точно не откажется. Я уже вполне освоила местную технику и уверенно пользовалась блюдцевизором. Из выпуска новостей узнала, что в Златогорске проходит какое-то экстренное совещание по вопросам возвращения ипостасей. Кстати, о том, что к данному событию причастны мы с Зубиком, пресса скромно умолчала. Дед, видимо, подсуетился. Или тот самый мерзопакостный Казимир. Но совещание состоялось. Какие-то там меры были приняты. Населению выдали материальную помощь в виде штанов и ботинок с ведомственных складов. Обещали переоборудовать рабочие места и пересмотреть стандарты. Ну и что там еще обещает правительство в моменты кризиса? Скучное, но популярное. А раз было совещание, значит, был и советник. К нему-то я и направилась. В прошлой жизни у меня был некоторый опыт административной работы. Я летом в деканате бумажки перебирала и все такое. Поэтому не стала сильно заморачиваться, а поймала на улице извозчика и назвала адрес мэрии. Из тех же новостей я узнала, что у советника в ратуше свой кабинет. А для совещаний у Великого Совета, между прочим, имеется своя загородная резиденция. Я была вся в розовом, нарядная, красивая и во всех украшениях, которые только нашла. Словом, не узнать меня было сложно. И все равно пускать не хотели. Я к Аскольду Бенедиктовичу по личному вопросу. Важно сказала я охранникам в гулком холле. Вы записаны? Он мой свекр, я не должна записываться. Простите, госпожа Полозова, не положено. Запишитесь заранее, получите пропуск. Делать мне больше нечего. Позвоните там господину Аскольду и сообщите, что я пришла. Так в серпенте не делается. Ну так он не царь, а всего лишь советник, выбранный народом, между прочим. Мне что, поведать прессе о том, что жена его единственного сына должна за месяц записываться на прием? То есть я, берегиня и хранительница артефакта истинной любви, не могу даже поговорить со своим свекром? Меня настолько не уважают? Может быть, мне стоит вернуться в явь? Или пожаловаться своей родне? К чести охранников, они даже немного смутились. Кстати, добрые молодцы были в среднем агрегатном состоянии, в смысле с хвостами. Научились, молодцы. Насколько я знаю, многие не смогли. Зубослав мог, дед его мог. У Геры с Ядиком не получалось пока. А эти прям красавцы. «Что здесь за скандал?» Раздался довольно-таки ядовитый голос из коридора. «О, я все правильно рассчитала», заявившись ближе к обеду. Вот и Аскольд Бенедиктович собственной персоной. «Алена, что вы тут делаете?» «Пришла с вами поговорить, папенька». Импозантный мужчина в белоснежном костюме и сверкающих лаком туфлями ощутимо поморщился. Я ему не нравилась, не знаю даже почему. «Это надолго?» «Зависит от вас», – дипломатично уклонилась от прямого ответа я. «Хорошо, у меня обед. Вы не против перекусить?» «У меня конфиденциальный разговор». «Я понял. Тут поблизости неплохой ресторан с отдельными кабинетами. Пойдем туда». Мне всегда нравились блондины, брюнеты и шатены, впрочем, тоже, которые умели с небрежным изяществом носить классические костюмы и галстуки. А красивые крупные блондины с длинными волосами, стянутыми в хвост на затылке, нравились вдвойне. Зубослав у меня великолепен, но и папка его чертовски хорош. С таким и по улице прогуляться приятно, особенно, когда он молчит. Потому что разговаривать с этим мерзким типом очень сложно. «Вам нужны деньги?» – прямо спросил папенька, едва я опустилась на стул в крошечной, но очень дорогой комнатке. «С чего бы?» – не поняла я. «Ну, вы же не просто так попросили приватного разговора. Женщинам всегда нужны деньги, разве нет?» «А вы не очень хорошего обо мне мнения. Нет, не нужны, у меня есть». Белёсая бровь насмешливо взлетела вверх. Папенька потёр пальцами переносицу, подумал немного и предположил. «Будете жаловаться на Зубослава? Он вас обижает? О своём сыне вы тоже не очень хорошего мнения», – заметила я. «Странно. Ладно я, меня вы не знаете совершенно. Но Славку-то за что?» «Алёна, я не настроен играть в угадалки. У меня мало времени. Чего вы хотели от меня?» Мой свёкор очень дипломатично ушёл от конфликта. Я оценила. «Аскольд, Бенедиктович, почему замяли историю с сапогами?» Прямо спросила я у Нага. Теперь вверх поползла и вторая бровь. «Потому что мой единственный сын ограбил музей. Не самый благородный поступок. У него не было выхода. Разве дали бы ему сапоги просто так?» На ледяном лице Аскольда, наконец, появились вполне человеческие эмоции. Он закатил глаза и посмотрел на меня, как на дуру. «Алёна, зачем вы спёрли сапоги?» «Ну зачем?» Зубослав всегда был хулиганом. «Но ограбление музея – это перебор даже для него. Вы не представляете, какой это позор для семьи. Но ведь легенда...» «Да какая в хвост легенда?» «Это всё сказки для малышей. Не нужны были никакие сапоги. Просто любовь, понимаете? Любовь!» «Ваша бабка прокляла наш род, причём заслуженно. Её принуждали выйти замуж. Её обидели и унизили. Вы что, реально считаете, что громохвост Душегубович во всей этой истории вёл себя как ангел? Как бы не так. Он...» Он вдруг замолчал, похлопал белыми ресницами и покраснел. «Простите, Алёна, я не должен был. Проклятие снято. Всё забыто и похоронено. Нет-нет, мне всё это очень интересно. Вы знаете, что громохвост требует, чтобы зуб отправился в явь и принёс корону великих полозов? Мне кажется, не знаете». Маска ледяного спокойствия разлетелась в дребезги. Аскольд Бенедиктович сначала побелел, потом покрылся багровыми пятнами, потом орал. Много и красноречиво. Я с нескрываемым удовольствием слушала то, что он думает о своём тесте, о своём сыне и о всём роде полозовых в совокупности. И про сапоги он не забыл, и про корону тоже. А потом мы разговаривали, как два взрослых человека обсудили проблему и пришли к одинаковым выводам. Зубославу бы это совершенно точно не понравилось. Поэтому ему решили пока не говорить. Может быть, мы оба ошибаемся. Может быть, всё совсем не так грустно. Поживём – увидим. А пока да, нужно в явь за этой проклятой короной. И Аскольд Бенедиктович обещал нам оказать всяческое содействие. Субтитры создавал DimaTorzok